Ага, просто а что вы знаете о щепетильности? Мой братик вышел из дома уже одет и готовый, потом вернулся в дом, чтобы закрыть дверь шкафа и ушел. Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о полезных привычках, которые я себе привила в этом году и которые кардинально поменяли какие-то мои взгляды на жизнь, которые вообще меняют мою жизнь сейчас и до сих пор. Вот сейчас парочку минут, секунд внимания. Давайте мы сейчас с вами посмотрим небольшой отрывок. Недавно проснувшись, в голову мне пришла идея. А почему бы мне не начать снимать видео? К слову, задумался я об этом довольно давно, но действовать я начал именно тем утром. Если вам стало интересно, то переходите по ссылке в описании для того, чтобы досмотреть видео. Название канала вот здесь. Этот парень снимает видео на тему развития, путешествия и творчества. И если вам интересно, если вы не хотите ничего пропустить, то подписывайтесь на его канал. Все, бегом дальше, смотрим видео. Раньше я думала, что у меня все хорошо, как бы мне ничего нового не нужно, мой образ жизни вполне соответствует здоровому, и как бы больше в нем ничего менять не надо. Но я оказалась не права, и в этом году я решила попробовать некоторые новые такие вот вещи внести в свою жизнь. И надеюсь, что вы тоже вдохновитесь этим примером моим и будете тоже прививать какие-то новые привычки и не оставаться на одном месте, потому что это нельзя. Нужно всегда самосовершенствоваться. Я не маулида, если я не начну видео с каких-то нравоучений. Момент старшей сестры немножко. Поговорим сразу про первую привычку – много воды. И сейчас вот не выключайте видео, не думайте, что оно будет банальным, потому что я знаю, что пить много воды – это то, что говорят все, это то, что заучено всеми. Но я хочу сказать, что в последнее время я стала выпивать большую часть воды именно утром, до обеда. Раньше было как? Я утром обычно пила мало, выпивала большую часть воды, вот два с половиной литра я допивала обычно вечером. И, естественно, отеки из-за этого появлялись, естественно, вечером я все время бегала в туалет, что, в принципе, мне неудобно, потому что я работаю все время вечером. И поэтому я стала выпивать в школе основную часть воды, и только вечером я могу выпить там полбутылки, может, бутылку, вот эту вот 0,5. И сейчас вот, я не знаю, сколько сейчас, час-час? Ча? Ча глянем. Сейчас вот 11 утра, и я уже выпила литр воды, так что… Ну и плюс, конечно, вода – это залог чистой кожи, залог здорового, вообще хорошего пищеварения. Все, мы живем ради воды. У нас открыли пол-эмбир после долгого закрытия. Он теперь, кажется, даже больше, чем с рукавией. Вау. Вечу футболку. Это футболки? Короче, выросла челка коросенькая. Ее не видно. Вот она. Вот она. Когда я надеваю кепку, она вылезает. Весна весенняя просто. Цветет все, зеленеет. Лицо просто, видите, какое стало выразительное нас на фоне вот этой всей красоты? В общем, мы с мамой сейчас пока разъединились. Она решила, поехать за братиком. Вернее, она поехала за братиком, и я решила пройтись пешком до следующего такого центра. Второй мой лайфхак… Нет, не лайфхак, это устаревшее слово, скажем, привычка. Вторая привычка, которую я себе привила – это гулять пешком. И это такая простая истина, до которой я просто не могла дойти долгое время, пока мне психолог не сказала, что тебе нужно гулять просто, прогулки устраивать себе. И я тогда вняла ее в советую, и все весенние каникулы я прогуляла пешком. Если есть возможность, то вот сейчас я стараюсь именно ходить. Учитывая то, что погода сейчас становится все теплее. Это на словах, конечно. Я сейчас в футболке, мне холодно. Как бы все равно, учитывая то, что весна, скоро лето, через 20 дней, и можно себе позволять ходить пешком. Я что-то сама же своим советам не следую. Сказала вам пить больше воды и оставила бутылку в маминой машине. И иду теперь, с засухой во рту и в горле. Так что, если вы думаете, что я там идеальна и все эти советы сама выполняю всегда, стопроцентно, ммм, нифига. В общем, пока мама сидит, пьет чай и работает, и меня она отправила в магазин, я пошла в свой самый любимый отдел. Отдел хлеба. Видео про то, что я ем за день, я говорила, так что я ем йогурты на завтрак. И вот я сейчас вот перешла на такие йогурты, они вообще без добавок, и вот полезнее вот этих будут. Так что вот, беру на неделю. Окей, back to хлеб. Мы дома, только что пообедали. И я подумала, раз уж последняя привычка, о которой я говорила, связана с физической нагрузкой, то скажу сейчас про третью привычку, которую я себе привила, это делать йогу регулярно, постоянно. Я бы даже не сказала, что это привычка, я бы сказала, что это разнообразие в моей спортивной жизни. Мне посоветовали ее делать тоже, чтобы разгружаться, чтобы приносило удовольствие. Я попробовала, и я поняла, что оно мне реально приносит удовольствие. Именно тогда, когда я делаю какие-то движения сама. То есть я смотрю в инстаграме профили тех, кто занимается йогой, зарубежных, или не зарубежных, короче. Я смотрю на те упражнения, которые они делают, и потом применяю их у себя сама. Минут 20 максимум обычно занимает такая тренировка у меня. Ну, реально повышается настроение, я чувствую себя в гармонии с собой. Я проговариваю про себя во время йоги, что я делаю все правильно, что мое тело здоровое, мне больше ничего не нужно и так далее. То есть вот такие вот моменты благодарности тоже здесь промелькивают иногда. Раньше для меня йога была чистой абузой, я не любила ее делать вообще. И теперь я понимаю, что если правильно к этому подойти, с правильной стороны, то можно пользу для себя вывести. Нам сейчас надо убрать балкон. Ты хочешь убирать балкон? Я уроки буду делать. Ах ты. Блин, мне тоже уроки. Я вчера пропустила дедлайн и, короче, не сдала работу. Это первый раз на весь год, когда я пропускаю дедлайн. Мне надо что-то с этим делать. Это был долгий и сложный день, и я его заканчиваю на еще двух привычках. Четвертая привычка, которую я хочу вам поведать сегодня – это массаж лица. Я не могу сказать, что я увидела изменения в форме лица, но я могу точно с уверенностью сказать, что это дает вот такое вот кровообращение. Дает кровообращение? У меня уже мозги не ровут. Улучшает кровообращение, и лицо вообще выглядит живее и лучше. И делать этот массаж не обязательно именно перед сном. Я просто делаю его, потому что лицо умытое. Еще его можно делать утром. Я тоже иногда к нему прибегаю утром, чтобы лицо не выглядело таким мертвым. И что я делаю – это просто вот костяшками рук вот так провожусь по скулам, потом провожусь вот так под мешками глаз, вернее, на мешках глаз, надавливая буквально немножко. Снизу вот эту вот зону. У меня вообще очень невыраженный подбородок, если честно. И вот эту зону постоянно массиваю. Так где-то раз 10 провожусь. И надбровную зону тоже. Виски может немножко тоже подергать. Ой, как хорошо, боже мой, я так устала. Вот делать его надо после того, как умоетесь вечером, и после того, как умоетесь утром. И тогда у вас будет живое лицо. Книжки. Надо сейчас чуть-чуть что-нибудь почитать, а то сегодня вообще не читала, вообще времени не было. И купила еще крем себе. Из всех кремов для рук мне нравятся Ниве и бархатные ручки. И всегда мажу перед сном, потому что руки как у черепахи, честное слово. Так, и последняя привычка на сегодня это записывание в журнал вот перед сном. И если вам кажется, что это скучно, то нифига это не скучно. В общем, у меня вот здесь вот лежит всегда такой блокнотик. Вот здесь вот он лежит. Я туда записываю идеи для видео, сценарии для видео иногда пишу. Но еще я сюда записываю перед сном. Стараюсь делать это регулярно. Последнее время забросила немножко. Но когда я это делала, это было в феврале, это реально мне дало большой толчок к тому, чтобы понять, что моя жизнь прекрасна. В общем, я брала просто вот блокнот, брала ручку и записывала пять вещей, за которые я благодарна сегодня. И пять вещей, за которые я собой горжусь. Я вот сейчас буду записывать это, и вы посмотрите, как это работает. То есть я, например, если у меня был день, когда я вообще не чувствовала себя хорошо, в плане морального, психического состояния. Мне казалось, что, допустим, я там непродуктивная, у меня ужасно скучная жизнь. Ну, там, не знаю, я могла бы сделать лучше сегодня, но сделала плохо. Вот я такой днище. Я просто вот перед сном записываю такой список, и от этого все равно чувство самооценки, и оно повышается. Вот что я написала. Вот пять вещей, за которые я сегодня горжусь. Вот я сняла видео, разобралась с почтой, убралась в полках на лоджии, сделала 10 тысяч шагов, вернее, прошла 10 тысяч шагов, и разобралась там с проектом, написала всем. Вот. И такое вот упражнение, оно дает вам чувствовать себя не на дне. Короче, только хорошее оно вам принесет. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Не обессудьте, что я такая сонная креветка, последние три минуты видео. Но это был долгий день. Напишите, какую полезную привычку из вот этих вот всех вы хотите перенять себе. Я желаю вам прекрасной недели, потому что я выложу это видео в конце недели. Всё, давайте, прощаюсь с вами. Хочу очень спать нереально. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok